доброго времени суток зрители члены гости нашего канала с вами росси вы на канале роли game онлайн и сегодня мы начинаем прохождение в империал глории за египет я думаю что в первую очередь фанаты империал горе обрадуются большинство видео которыми набрали просмотры на канале это было по игре империал горе и вам в принципе понравились модификации та же сама швеция но сегодня мы поиграем за египет значит ребят мод арабский шторм версия 110 в описании к видео будет ссылка на этот мод напоминаю что для корректной работы я использую официальную версию игры которые купил в стиме и в принципе проблем не вызывает как найти точнее как установить этот мод вы сможете найти на канале и принципе там я поставился объяснить все очень быстро и по факту значит подсказки нам не нужны выбираем уровень сложности тяжелый и выбираем египет кстати есть для вас предложение я сразу озвучу потому что в основном а имеется только в начале до конца или досматривает смотрите я что придумал я думаю опять же в первую очередь это будет интересно фанатам послушаем мир быстро меняется новые революционные идеи распространяются со скоростью лесного пожара жарким летом старый свет который раз объят войной нам нужен по-настоящему великий полководец защитник веры достойный называться сыном пророка тот который поведет наш народ к славе и не позволит нашей стране стране историю мы ждем ваших приказаний ну немножко изменится так вот что я хотел вам предложить я хотел чтобы вы поучаствовали в этом так давайте сразу короче пойдем в экономику я предлагаю вам сделать так в неделю три раза в неделю мы с вами на твиче будем вместе проходить империала глорий мы потом видео которое будет оставаться после трансляции я буду выгружать сюда на youtube то есть во время трансляции мы с вами можем пообщаться вы сможете позадавать свои вопросы вообще будем на общие темы по поводу империал горе можем говорить можем говорить вообще абсолютно чем угодно я думаю так вам будет просто интереснее чем потом оставлять свои комментарии на ютубе хотя это тоже кстати нужно делать этим самым помогаете каналу немножко быть живее чем есть поэтому я думаю вам это понравится пишите свое мнение по этому поводу в комментариях давайте это обсудим ну а мы пока начинаем и так значит у нас есть египет и киринаика в нашем распоряжении капитан гасан паша у него значит ополчение и арабская легкая пехота но здесь в зданиях мы конечно же начнем строить военную академию завершаем ход напоминаю что этот мод заменяет стандартные империи на империи арабских стран то есть это там османская империя тунис египет и так далее так объект военной академии построен хранение позволяет хорошо лица пинку давайте опускаем код пока у нас тут будет рутина будет и неинтересно кстати может возможно нужно немножко уменьшить звук меня лучше было слышно настройки кстати по поводу настроек кто задавал вопрос как сделать на весь экран ребят ну вот как бы настройки и мне стоят так музыку чуть чуть поменьше и опять же при настройках 1600 1200 все равно вот здесь у меня экран немножко обрезан может сантиметра на 3 ну то есть не полностью скажем так она но на видео смотрится красиво да принципе играть удобно у меня монитор небольшой и нормально терпимо так циркулярная пиво исследовано все это хорошо блин давайте местные госпитали и потом сразу пойдем в войну здесь здесь и здесь сначала застроим египет а потом уже будем корена реку застраивать если честно пока даже еще не думал как начинать продвигаться тут можно какую-то ночь не знаю не думал как будет продвигаться в плане куда будем идти это явно не османская империя потому что это тоже империя и я напомню что мы не сможем ее полностью убить уничтожить то есть мы только сможем ее аннексировать это там постоянно нужно удержать большие войска у к нам не до этого так вакцина исследована хорошо теперь давайте казармы потому что хочешь мир готовься к войне так миссии миссии революция медицине теперь доступно давайте посмотрим что там и условия населения две с половиной тысячи человек это будет долго до египет это мы будем долго развивать нам еще мы потом сейчас поставим госпитале я думаю она пойдет уже полегче сейчас на сделаем так исследуем максимально ну как максимально выйдем на конюшню на казармы и переведем наши исследования в минус и сделаем упор на золото потому что золото нас очень мало 50 так али это будет али вы решили что принц али будет ваш незаконным наследником будет внимательно следить за его воспитанием и обучением хорошо объекты сапильные заводы построен радостно госпиталь ну уже не хватает в принципе возможно через хода 3 а тем временем уже начинаются передвижение по карте наших возможных врагов напоминаю что верить здесь не для никому дипломате тут построена таким образом что вроде ты сейчас с ними дружишь хорошее отношение больше полкиника потом в конце концов бабах они тебя лупанули в спину самое главное что нам надо удержать нашу столицу поэтому если что-то карина и к будем жертвовать так хватает нет не хватает еще 20 копеечку ничего подождем вот чего османская империя свой флот к нашей столице подвинул но зачем это делать зачем это так сказать портить отношения все здание поехали здание местном госпитале потратили последнюю копейку пока у нас идет плюс по еде что не может не радовать кстати возможно может стоит обучить еще исследовать торговлю морскую желательно следовательно так что тут у нас нет вот торговое отделение давайте наверно попробуем исследовать торговое отделение и потом все-таки переведем нашу очки исследований в золото за это за это местные госпитали построены что мы тут можем тоже местные госпитали ну пока подождем подождем сейчас куда 3 4 если хватит денежек то объективной там поставим и опять же вроде вот как бы можно выполнить сейчас миссию в медицине но опять же смысл эта миссия нам если не ошибаюсь оборонительный союз исток срок действия теперь можем уже ожидать подлога в том плане что мы это можем выполнить но на всех территориях вашей империи будут бесплатно построены местные госпитали смысл если мы сейчас окушает так построим поэтому мы эту миссию можем сделать для галочки османская империя вот почему в принципе говорил только союз закончился сразу же к нам идут так все в золото все я пока не хочу ничего изучать спасибо я уже на изучался надо готовиться к войне нет нет сначала давайте мы попробуем с ними поговорить с османской империей не против под дипломатии в один союз на 1100 у меня нету таких денег у меня нету таких денег поэтому 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 мы делаем так блин а здесь только арабское оплачение надо строить казарму казарм пытает ладно попробуем протянуть отряды арабское оплачение 290 один стоит дорого дорого ничего сейчас деньги пойдут казарма построена хорошо разумом копеечка нормально упала вот пропустим построим стрелков короче будет наверно все таки два отряда нам держать в гарнизоне на случай важных переговоров что тут в основном ну такое неприятно неприятно так давайте арабскую легкую пехоту следующем ходу еще но пока молчит арабскую пехоту пока молчит османская империя но я думаю тогда пора на времени блин ну как вариант конечно можно сейчас собрать можно конечно собрать денег и заплатить им за оборонительный союз это нам даст время 12 ходов крайней мере мы будем спокойны что нас никто не будет трогать можно и так сделать конечно ладно любом случае еще сделаем себе два отряда потом будем копить деньги даже если мы не успеем их накопить по крайней мере у нас будет чем с ними попадаться ну а деньги которые будут накоплены мы конечно всадим морока выполняет революция лиц и не ради бога пускай выполняет бестолковая бестолковая при данном случае османская империя объявила нам войну ребята чем как бы в принципе что и стоило доказать что и стоило доказать но по крайней мере они не напали пока что не знаю туда завожу обратно все пока обратно и будет бой а исследователь их нет исследовать не надо нам заблокировали порт они на нас напали равное сражение нет не хочу командовать лично мы победили на повезло мы сняли порт блокады сейчас попробуем сделать наверно вылазку сейчас достроиться у нас еще пехота наша турки пока не нападают что в принципе радует так офицера давайте сейчас мы тогда выведем выведем наших бойцов и пойдем в атаку первое и возможно оттягиваем себе какую-нибудь область это у них кстати сразу столица ну что еще один ход не ждем и еще ход мы ждем не знаю что у них там находится в гарнизоне у меня их гарнизоне интересы переполнена ладно придется выводить придется выводить наших ребят на следующий ход но сейчас будет очень печально да они нападут а у нас только один отряд да хочу командовать лично интересно кстати сейчас мы с вами проверим я эту запись удалять не буду если даже мы сейчас проиграем то я буду знать что в принципе те кто находится в гарнизоне они не могут защищаться без командира и так наконец пришел день великой битвы за богатой земли египта сегодня мы сражаться на берегах нила эта страна видимо рождение цивилизации и мы намерены остаться здесь навсегда пора изгнать поганых захватчиков это да сейчас мы это и будем делать так у нас есть . мы наверное сделаем тогда начать сражение начать сразу займем позицию а этих ребят оставим здесь что делать другого варианта нету и всем всем бежать всем ребятки всем бежать потому что да кстати сразу нашим сталым огонь без без приказа что потому что посмотрим будем стараться сейчас нанести максимальный урок для того чтобы потом вывести нашего так кто у них тут вот этот бьет ближе когда его сюда у вас вот сюда ну а вы будете ждать стратегически важный объект захвачен до статистически важный объект захвачен теперь нам его осталось удержать 25 минут ну что в принципе невозможно что в принципе невозможно вот поэтому сейчас постараемся нанести максимальный урон они для того чтобы потом добить вторым нашим полководцем так и того а тут у нас получается 72 данные здесь 82 все же блин наверно все таки сделаем маркировку будем тоже значит вы за а вы сюда вот так вот сделаем чтобы эти первые начали стрелять ожидаем подход врага и опять же равное сражение вообще чисто теоретически можно было бы сохраниться и попробовать автобитву но вы знаете что я только не люблю и все таки я считаю что нужно давать немножко экшена да здесь у нас он 82 дальность против 70 они уже выстраиваться в построении чтоб стрелять ну вы знаете я не буду выходить их провоцировать они решили там засесть пускай пускай так и как этого режима на себя перекинуть этот дом будет поближе пускай так то есть я готов сидеть ребята 25 минут здесь ждать я готов это делать другого выбора у меня просто нету перестраиваться в походное построение наверное все таки будет выдвигаться к нам компьютер понимает что время идет не в его пользу и он наверное просто понимаешь что мы средства настроены мы готовы сидеть полчаса скорее всего это будет rush арабским ополчением лево вот отсюда и стрелки подойдут отсюда и будут обстреливать здание поэтому я считаю что наша задача сейчас сразу нашим арабским ополчением нашей пехотой ближнего боя навязать в ближний бой вот этим ребятам для того чтобы они не прорывались потому что если они зайдут в здание то считать это все то считайте это все так есть шанс что хотя бы за этот замес может быть хотя бы два-три отряда мы снесем тактика тактика хирактика обходят они так нас за три километра может они хотят пойти к нашим пирамидам сразу разгоряченные такие ребята и они что-то перестарая крутит и мутит мы ждем мы ждем мы ждем мы ждем ладно зачем ждать лучше сюда пришли на канал посмотрите империаглории с экшеном правильно а не просто как я 30 минут сижу в двух зданиях выстраиваются выстраиваются не в построении сдаваться мы не будем так пошли пошли на нас уже побежала пехота и с той стороны я пошел шанс замес пошел за место значит наши могут уже да наши могу стрелять огонь наши отсюда тоже могу стрелять так пошел за место один отряд мы все-таки на себя не зацепили поэтому они идут штурмовать и тут расштурмовать в ближнем бою эти подонки еще залп хотя бы еще хотя бы залп ребята я вас прошу да был залп но как-то так хреновасканка все побежали они я знаю что мы носили это на глазах ничего с этим не могу поделать все ну мы бы по крайней мере мы пытались и того нанесли мы урон почти половину им снесли сил тут кстати они еще проиграют боязнь и затащат а вот здесь очень печально даме даме ли здание здесь мы не отбились но еще залп они не успели дать пошла пехота сейчас они получили будут сюда вламываться мы по очереди будем резать насколько то возможно но как видите стрелковая пехота их тоже работает по нам есть следующая пачка 60 человек готова к нам зайти кстати обратите внимание как грамотно все такие компьютер сделал с двух сторон зашел не просто пошел на мядинг лизер крашен может это конечно потому что это с высокий уровень сложности я не знаю как следующие к нам зашли следующий сказал заведующий опять же сейчас у нас тут будет происходить дракон у нас тут 17 у них 17 силы равны 18 против 31 опять же мы сейчас заберем сколько сможем я считаю что мы очень очень-очень неплохо их покромсали очень даже не чебом ведь это злую жгутку сыграла со мной место в гарнизоне давайте зал все пошли они в атаку не успели выдать залп 8 человек ну это уже все вот в гарнизоне недостаток места сыграл с нами за сутку я не успел вывести командира для того чтобы у меня было два отряда конечно если понадобало 2 до то мы бы скорее всего победили поражение ну теперь по идее они должны будут штурмовать столицу вот этими тремя отрядами но этого не будет потому что это поражение ребятки это было начало самый главный посыл я считаю что я вам довел то есть мы будем снимать не понял по нам еще грамм вот это поворот ребята в общем но все равно главный посыл я вам довел то что мы будем играть в империи в горе за египет присоединяйтесь на стримы присоединяйтесь в комментариях но сейчас мы прервемся наваляем все-таки османской империи на нашей земле и на этом наверное будем заканчивать видео ну чтобы дальше он будет бой будет бой равное сражение да хочу хочу участвовать лично сейчас мы опять же сделаем так же самое какие прошлом то есть мы займем сразу местам в аккаунтные так сказать тут у нас уже ребята и готовы к бою в здании поэтому сейчас мы посмотрим как они запоют под люки такие можем тоже пешим нашим идти не спешить кстати пишите свое мнение как вы думаете это был бах то что в конце концов я показала статистику уже конец игры и при этом сыграл ход и вверх но появился у меня генерал и и это так и должно быть у кого-то было такое или я первый открыватель в этом плане что вот тут у нас ребятишки мы выжидали даже если наши по 60 метров дальность они здание так и 12 у нас будет по 72 а у них по 69 что все-таки три метра но решает мы из первых первое сделаем залп кстати этих ребятами тут и оставим мы первое сделаем залп и потом еще и залетим наших бездумным ополчениями бочину и проучим этих уродов тут ребята вам уже надо сразу на меня бежать тут уже вам обходить не получится и ближе наших подведем так либо по готовности по готовности без приказа есть это все есть не узнать такой приятный приятный неожиданный поворот что я смог продолжить играть я думал что уже с вами надо прощаться оставлял на свой главный посыл ну и что она гон что они уже строятся в боевое построение и бегут и бегут на полных парах вот это мне нравится такой ход событий идите бегите конечно возможно уже вы все вы можете уже огонь ребят конечно возможно они сейчас будут побеждать каждый по очереди стрелять на здании стрелять и стрелять и стрелять мы можем пехоту нашу заводить первый залп так наши ополченцы пытаются ворбатываем спину не знаю успеют они имеют кисто не имеется место все вруб дальше врыв дальше пошел 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 давай 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 хороший залпами срезали мы их нормально но и наши влезли все отлично заняли позицию так уводим наших из дома быстренько вот тут устраиваем вперед 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 ребята давай 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 бежим 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 пока там наши навязали бой выстраиваемся огонь конечно контролирует это без сомнений еще на же может наше ополчение останется в живых наш там до последнего пытаются нет на получение мы все-таки потеряем но он принял решение отступить хорошее логическое решение нам это так не оставить враг уступает преследовать его все равно все равно у меня это победа египет хотите сделать с пленными казнить демонстрация жестокости о османская перья нам предлагает 962 золота принять у меня завис на эта хрень ну ладно на этом наверное все будем потом разбираться с этой хренью ребят если не получится я запишу новое видео будем с вами проходить заново пока вроде все получается давайте на всякий случай сохранимся куча единичек окей все игра успешно сохранена спасибо всем за просмотр оставляйте свои комментарии лайки кстати трипали на нас тоже напала поэтому оставайтесь будет интересно с вами был россии это был канал ролики онлайн всем пока пока и до скорых встреч